За два часа беседы представители печатных и интернет-изданий, теле- и радиокомпании из всех субъектов Северного Кавказа задали Рашину Тимрезову порядка 20 интересующих их вопросов. Безусловно, в преддверии празднования 25-летия со дня образования Карачаева Черкесской Республики, журналистов интересовали социально-экономические показатели, с которыми республика подошла к своему юбилею. Рашид Тимрезов подчеркнул, что сегодня регион демонстрирует хорошие показатели в области сельского хозяйства, промышленного производства и туризма, что стимулирует рост экономической активности малого и среднего бизнеса. Хотя, по мнению главы, это не единственное достижение. Республика состоялась как полноправный субъект Российской Федерации и субъект, который сегодня по многим показателям социально-экономических вопросов демонстрирует не самые худшие показатели, где-то лучшие, где-то среднероссийские, где-то, конечно, нам много что надо сделать, где еще у нас достаточно серьезные проблемы существуют. Но в то же время, задел есть, если подводить какую-то определенную черту, то я считаю, что к празднуем 25-летия республика подошла на достаточно серьезном уровне, если мы говорим о социально-экономических каких-то показателях. Но то, что самое главное добились, и в первую очередь заслуга людей, населения Карачаева и Черкесии, то, что мы живем сегодня в мире и стабильности. В продолжении темы развития Карачаева и Черкесии представители федеральных изданий попросили Рашида Тимрезова выделить свое главное достижение на посту руководителя региона. Глава отметил, что все показатели, которыми сегодня может гордиться Карачаева и Черкесия, это не его личный вклад, а результат работы большой команды и, прежде всего, жителей республики. В 2011 году 10 тысяч детей у нас в очереди в садик. 10 тысяч детей. Сегодня этой очередности нет. Сегодня у нас задача снять очередность от нуля до трех, которую мы тоже параллельно снимаем. Условно говоря, 11% населения занималось активно физической культурой и спорта. Сегодня там 37. Ну и ряд таких вопросов. Чему бы я больше всего порадовался и гордился бы. Я, во-первых, горжусь тем, что я являюсь сегодня высшим должным лицом и могу каждый день приносить какую-то пользу для своей родной республики, для ее жителей. Вместе с тем, журналисты подняли вопрос строительства дороги, соединяющей Кавказские минеральные воды и Сочи. По мнению главы Карачаева-Черкесии, строительство дороги к Черному морю – это проект всероссийского уровня. Ведь эта дорога соединит Уральский, Привожский, Южный, Северокавказский федеральные округа с Черноморским побережьем. Дорога к Кормилице. Мы все представляем, да, сразу какая инфраструктура придорожная вырастает. И по экономике доставить грузы и товары и так далее, тысячу километров или 300 километров. Ну, это увеличение турпотока. Ну, вот я считаю, это такой прорывной темой, которая в разы увеличит развитие экономики республики. Уж как минимум Карачаева-Черкесия, это точно. Поэтому я здесь кровно заинтересован, чтобы эта дорога была. В этот день участники встречи говорили о секретах кавказского гостеприимства и об отношениях между народами в Карачаево-Черкесии. По мнению главы региона, все это отличительная черта всего Северного Кавказа. А то, что сегодня во всех регионах СКФО по сей день живы древние обычаи – заслуга самих жителей. Карачаево-Черкесия в этом плане не исключение. Отвечая на вопрос о работе по сохранению традиций национальной самобытности ее народа в республике, Рашид Тимрезов подчеркнул, что в этом направлении ведется серьезная работа. Где медовы водопады, там началось строительство, это на деревне. Но мы в этом плане, в принципе, каждое мероприятие, там, республиканского уровня, мы проводим с национальными подворьями, где, в принципе, все это и есть. Но здорово, что сегодня в каждом практически муниципальном образовании создаются музеи. Говорили о международных связях республики, в частности, о перспективах сотрудничества Карачаева-Черкесии и федеративной земли Тираль в Австрии, с которой недавно заключено соглашение о взаимодействии. Поднимались и острые вопросы, в том числе и четвертая власть затронула тему радикальных движений и так называемых информационных войн. Рашид Тимрезов отметил, что вопрос экстремизма в республике не стоит. Последние годы Карачаева-Черкесия остается одним из самых спокойных и мирных субъектов России. А оппозиционным взглядом в СМИ, по мнению главы, всегда есть место, только если эти взгляды будут аргументированными и направленными на улучшение жизни в регионе. Заканчивая беседу в позитивном ключе, Рашид Тимрезов поделился с журналистами планами по празднованию 25-летия республики и пригласил всех присутствующих принять участие в торжествах. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста из Ингушетии, которая недавно также отметила четвертьвековой юбилей, глава напомнил членам ассоциации о предстоящем концерте в Кремле, который будет посвящен знаменательным датам. Мы приняли такое решение провести вместе, чтобы показать не только выходцам из Ингушетии, Карачаева, Черкесии, и вообще Северного Кавказа, но и показать жителям и гостям Москвы вот именно нашу культуру, наше творчество. Ведь мы будем еще и делать экспозиции прямо там, в Кремлевском дворце. Прощаясь с журналистами, Рашид Тимреза выразил уверенность в том, что эта встреча не последняя, и надежду, что региональные СМИ продолжат активную работу в своих изданиях для формирования положительного имиджа Северного Кавказа на федеральном уровне.